Всем привет дорогие друзья, с вами RedFox и наконец-то Total War Warhammer. Давненько мы в него не заходили, я месяца три наверное не играл, если не больше, я уже даже не помню. Я устал что-то от него. Плюс переезд, все дела. И сейчас с новыми силами мы ринимся в бой. Итак, вышло новое DLC. Конечно Империи Смертных, я вообще не понимаю кто играет на маленькой карте, когда можно играть на большой. Я вообще не знаю, зачем так делать. Так, вышли какие-то очередные там высшие эльфы. Вот эти два. Это никому не интересно. И наши зеленокожие. Появился новый легендарный лорд и вообще их полностью переработали. Не успели мы поиграть за грим гора до изменений. Посмотреть, как это было. Ну да ладно. У нас сегодня новичок. Это как ни странно гоблин и не орк. Гром пузан. Такой интересный. Интересная легендарная личность. Я с удовольствием бы поиграл за Скарстника на самом деле. Я люблю вот эти вот подлости устраивать. Это же красота. Самое то. Но видимо, как-нибудь потом. Гром у пузана новая интересная механика, которой нет у других зеленокожих, поэтому мы поиграем за него. Вкратце кто это такой? Это гоблин, который когда-то обожрался какого-то волшебного тролличьего мяса. И оно теперь у него в желудке с тех пор регенерирует быстрее, чем переваривается. Из-за этого он раздался в размерах. Стал самым большим гоблином и пузатым. И пешком он теперь особо не ходит. Передвигается на колеснице из волков. Гром пузан с могучим брюхом. Величайший из всех гоблин. Опять этот мерзкий старик. Хотя у меня есть подручный гоблин-шаман. Но парня надо воевать. Их надо слегка подбодрить. Порадуй бойцов схваткой с напыщенными бретонцами. Куда ни посмотри всюду их земли. Но как и все люди старого света, они слабы и легко падут под натиском Орды. Но главная добыча, великий город Тор-Ивресе, лежит за океаном. Грозный страж ждет твоего возвращения. Подготовься. Пересеки большую воду и докажи, что прошлое поражение было досадной случайностью. Пусть высшие эльфы прогнали тебя с берегов Ултуана. Победить они не смогли. Могучий король гоблинов, ты становишься все сильнее. Скоро никто не сможет тебя остановить. Все исчезнет, дай бог еще появишься. Так, у нас тут есть котел грома. Сейчас посмотрим. Новый ваг теперь работает по-другому. Новый ресурс хлам. Забираем с поля боя, тратим очень много на что. Дрова? Да, дрова для котла даже. Так, ну все остальное вроде как было. Так, четыре поселения. Разграбить, разрушить это понятно. Итак, не сюда, а вот сюда. Вот он наш красавчик. Величайший. Ну как смогли, так и написали. Так, дисциплина плюс 10 в битвах против эльфов. Сопротивление физическому урону плюс 10% для гоблинов. Это офигенно. Содержание для колесниц. Тележек уменьшенное. И ваг особенный. Так, голодный гоблин. Плюс пять процентов здоровья. Приготовить четыре блюда и получим плюс восемь здоровья. И численность героев плюс один для вожаков гоблинов. Угу. Готовим блюдо, получаем бафы на здоровье. Дисциплину. Неплохо. Так, ну навыки потом, наверное, сходим как-нибудь. Так, котел грома. Смотрите-ка. Мясо тролля у нас есть. Единственный ингредиент, да. Правда, можем все остальные посмотреть. Был бы прикольно, чтобы они были вообще закрыты. Они за что делали. Ну ладно. Мясо тролля у нас есть. Постоянная способность. Регенерация. Для пехоты гоблинов и ночных гоблинов. Опа. Начать готовить мы не можем. Потому что что? Потому что второго ингредиента нет. Ну ладно. Значит, попозже сюда зайдем. Так, новое дерево технологий. Ура, ура. Теперь оно хоть какое-то есть. А то раньше оно просто не использовалось, пока ты не построишь там инженерию гоблинов. А строишь ты ее чертить когда. Потому что там надо третьего уровня или четвертого уровня поселения. Так, дисциплина для гоблинов, урон от выстрелов, содержание, атака для гоблинов. Так, мы гоблины, нам это в принципе, это нам нормально. Урон от выстрелов, ранг, доспехи для гоблинов. Опа. Атака в ближнем бою. Слушайте, гоблинская ветка, мне кажется, наша тема. Хотя, дальность перемещения плюс 10%. Вот, кстати, за хлам. Некоторые технологии за хлам, некоторые за деньги, некоторые бесплатно. Вот так теперь. Это прикольно. Дальность перемещения это вещь. А тут тоже атака в ближнем бою для пехоты, гоблинов и ночных гоблинов. Нам все дерево надо исследовать, видимо будет. Вот здесь для орков. Для орков, для диких орков. Нет, для орков нам не надо. Дальность перемещения или гоблинов улучшить? Немножко. Прям совсем немножко тут улучшаются. Давайте дальность перемещения в первую очередь бафнем, а потом займемся остальным. Так, мы живем посреди Бретонии в маленьких орковских горах. Массив Аркал. Так, у нас есть барак. Карьер каменных троллей. 300 дохода, 40 роста, ранг новых троллей и каменный тролль. Нифига себе, какая хорошая вещь. Надо будет брать. Но сейчас... Сейчас мы можем либо деньги, либо рост. Давайте традиционно пойдем в рост. Максимум. Так, еще у нас даже указ есть. Указ тоже в рост. Еще и покорность. Рыбар брагопей. Господи. Речная тролль ведьма. Почему? Это я не знаю особенности перевода или чего. Почему? Тролли ведьмы вдруг стали. Почему не женского пола? Ластун. Аура дисциплины и дисциплин. Нифига себе. Он не слабо так поднимает дисциплину вокруг. А у нас гоблины. Это очень полезно. Что он делать-то умеет? Восполнение потерь. Отлично. Кража технологий. Поддержание порядка. Так, но восполнение потерь-то уже полезно. Плюс я смотрю, у него магия смерти. Слушайте, это полноценный маг смерти. Я думаю, он где-то вот так обрежут. Вообще, по-хорошему, я бы обрезал магию смерти где-то вот так. Но как тролль может выучить магию смерти на уровне некроманта? Это как-то странно выглядит. Так, что у нас есть? Гоблины. Чуть-чуть. Каменные тролли. Речные тролли. Помповый фургон с нотлингов. На шипастых катках. Так. И наша первая жертва. Ну раз нам его поставили, значит мы должны справиться. Пошлите в бой, а там посмотрим. Вообще их больше, чем нас. Это странно. Но это бретонцы. Так, у них три бушет. А, ладно, поехали. Вообще, конечно, у меня армия как минимум сомнительная для таких сражений. Но! Но! У меня есть тролли. У меня есть лорд с героем. А у них один отряд элибордистов, я вижу. А остальные пехота. А пехота, как мы знаем, у Бретони это просто мусор. Просто мусор. Два отряда лучников. Они вот не очень приятные. И три бушет, конечно, тоже неприятная вещь. Развлекаем всех гоблинами. Врываемся троллями. Глушим все, что есть. Лучниками попробуем как раз элибордистов расстрелять, чтобы они мне не порезали троллей. И, в принципе, все. Как-то так. Как у вас дела? Соскучились по Вархаммеру? Я, честно, соскучился. Хотел продолжить, но что-то как-то... У нас слишком много прохождений зависло. И вот новенькие. Так, спасибо. Угу. Угу. За рекой на холме. Это вы интересно придумали. Мы, пожалуй, вот здесь подойдем. Да. Так, сразу извиняюсь, если я буду там где-то подтупливать, что-то медленно делать, я б не играл тысячу лет. Давайте это полегче там в комментариях. А то я обижусь. Так, наверное, мы сразу прям пойдем. Всем этим делаем в атаку. А пока будем идти. Да куда-нибудь там достреливают. Там мы посмотрим на нашу великолепную армию. Так, ну, гоблины это гоблины. Это моя ведьма-тролль. Страх-то какой, господи. Так, это тролли. Это катки гух-снотлингов. Какими-то грибами впереди. Где мой лорд? Вот лорд. Блин, я забыл, что там три бушета. Ладно, на пуза наглянем. Он его помощник со знаменем. Так, ладно. Давай-ка, гром, выезжай вперед. Пусть тебя три бушета стреляет. А то мне тут перекантовало уже. Ой-ой-ой, как как неприятно. Алло. Дайте проехать, уроды. Все равно по всем зарядил, гад. Так, лебордисты в сторонке. Отлично. Меня это устраивает. Так, бежим сюда, бежим сюда. О, он переключился на лорда. Отлично. Ты сюда. Троляки один сюда, другой сюда. Тележки у нас еще есть. Так, что-то мы близко подъехали. Что-то один отряд вперед вырвался. Ну ладно, мы гоблины, это нормально. Давай сюда. Вообще должны были напасть сначала. Пошли-ка прогоним их нафиг с позиции. Хоть стрелять моих гоблинов. Так, не надо в них въезжать, я пошутил. Так, где тут у тебя похищение души? Колдуй. Так, а это что такое-то? Мощный взрыв. Ну, выйди из боя. Так, тележки же у меня есть. А ну, въехали. В требушет даже лучше. Так, у тебя никаких способностей. Так, что за взрыв? Ну-ка, дыхание болот. Ну-ка, дыхни куда-нибудь. Ты дыхнул, не дыхнул? Вак накопился, а ну, вак. Так, гоблины, как ни странно, мои терпят ещё. Давайте-ка их лучников разгоним отсюда нафиг Обед близко, опа Здрасте Вообще все шикарно О, все, побежали Так, а ну лучники вернулись Кто тут еще не убегает Все, все убегают Нет, не все Так, тролляки пехоту Копейщики кавалерию Ты может кастанешь свою фигню Так, где мои тележки? Почему вы стоите, а у вас стреляют? Что за безобразие? Опа, опа, опа Ребята возвращаются Так, не стоим, не тупим Тут че? Тоже все вернулись Наши держатся Так, наверное, не надо сюда стрелять Тут вот что-то мне не нравится Сзади Ну, помогите Всех догнать Все, победа Ну, я, кстати, думал Будет хуже Гоблины у грому довольно живучие Ну-ка, стой, гад Ты кастанул, нет? А, все Работает Выжил, гад 200 хп Ладно, черт с ним Так Мы их догоняем, я надеюсь Че стоим Кого ждем Троли всяко быстрее Тут вряд ли мы уже кого догоним Ну что? Это было несколько сумбурно Но после большого перерыва Вроде неплохо справились Что-то вообще, кстати, немного трупов-то Гоблинских Я вижу Или они в траве зеленые, наверное В зеленой траве зеленые трупы Поэтому их и не видно Че тут у меня за тележки-то хоть О, они еще и Что-то грибы взрывают В общем, это колесницы, как всегда Которые Которые у тебя будут застревать во врагах И тупить А у компьютера они будут чарджить нон-стопом Каруселью Нифига 200 человек нарубал гром Не потеряв А, у него же регенерация Поэтому и не потеряв Пешки 154 Ну это не убегающих Пофигачили, наверное Слушайте, вообще неплохо По-моему, гоблину лучше, чем у Скарсника выступили А, потому что Скарсник-то им не дает Спас броска 10% как минимум Да Слушайте, это неплохо Неплохо И раз у меня все бафы на гоблинов Значит мы остаемся с гоблинами, видимо Пока с этими Потом ночными Наверное, орков мы не будем нанимать По крайней мере, в главную армию А может вообще Король гоблинов все-таки у нас Троли и гоблины Классика Насколько я понял С патчей Чем больше В ближнем бою Участвует бойцов Тем быстрее набирается Ваг Вот в бою, который у нас Как у темных эльфов Баф копится Только его еще использовать надо А не просто копится И таким образом Много гоблинов Генерирует его быстрее Чем В два раза меньше Орков Если бы По численности отряда Орков меньше Так что Использовать гоблинов Это неплохой Вроде как вариант Надо только не забывать Этот ваг Прожимать У нас потери вообще смешные Конечно Ну в принципе Это бретонцы Это огромная толпа пехоты Которая у бретонцев Мусор была И мусором осталось И вообще Наверное Наверное Мы пойдем И поразоряем Всю Бретонию Нафиг Пока можем У них слабая пехота Но очень сильная И опасная кавалерия Кавалерия Очень опасна Для орков Но Но До кавалерии Надо развиться Это там Четвертый Пятый Уровень поселений На третьем Мне кажется Еще там Всякая фигня В общем До них еще попробую Развейся До этого момента Надо успеть Сжечь их всех Нафиг Вот Первоначально Наверное У нас будет Такой план Наверное Я покуражусь В Бретонии Покачаемся Поотстраиваемся А к эльфам Поедем Потом Попозже Так сказать Денег так мало Так Дисциплина Или пополнить Ребят В принципе Можно пополнить Наверное Давайте Мы же Мы же Любим всех Есть Ой Он еще и помер А что он не отступил Ранно Так Ну тут много А что тут у тебя Дыхание Дыхание А и у вас А у вас А у вас То же самое Плюс скорость Плюс скорость Натиска И усиление О У них есть Мега чарж А я даже Не посмотрел И не воспользовался Так И мы доезжаем До деревни Давайте прикинем Будем ли мы тут жить Климат Плохой Ох ты Ммм Слушайте А мы видимо будем Островными Гоблинами Я так Смотрю У меня тут Плохая земля А тут хорошая Значит Да Значит Бретонию мы просто Сжигаем А потом Переселяемся Так Их меньше Но у них Копейщиков Теперь много Копейщики могут Моих тролляк Попортить Ну ладно Давайте Они теперь без лорда У них должна мораль Резко упасть Вот эти парни опасные Я помню Это единственный отряд Который что-то может В ближнем бою Из пехоты Оруженосцы пешие Климат тут Значит Неприятный Ну ладно Значит Ну Грабим Наверное Да На следующий ход Сжигаем За один ход Нельзя же Вроде Таким образом Мы Еще Быстрее Покачаемся Ну да Грабим Сжигаем Грабим Сжигаем Грабим Сжигаем Все вокруг Правда На Пепелище Наверняка Поналезут Эльфы Лесные А вот Лесные Эльфы Боюсь Моим Гоблинам Конечно И Тролям Доставят Массу Неприятностей Чего Не хотелось Бы Так В лесу Спрятались Где-то Там Да Ну Пошли Прям В лоб Че нам Стесняться Да Что такое Так Тролляки На флангах Тебя По цент Так Стоп Тебя По центру Ну Лорда Тоже Можно По центру Тележки Чуть Сзади Потом На лучников Пустим В объезд Все Хорошо Так Докуда Теперь у них Три бушета Нет Идем Медленно Никуда Не торопимся Еще раз Посмотрим На наших Гоблинов Которые Ниже Травы Вот он Красавчик Он Это гоблин После карантина После Самоизоляции Двухмесячной Он как бы Нормальный А этот После Посиделок Дома О Откуда Ты ему пожать Такую ногу Достал Главное Что достал Так Где эти Тележки Мои Дурацкие Техника Конечно На грани Фантастики Ладно Так А вон там Вы встали Нам О А он Регенерирует А У меня же Тролляки Они все Регенерируют Он довольно Быстро Регенерирует Смотрите Так Хватит Гоблинов Стрелять Стреляйте Лорда Гады Он Регенерирует И все Будет Норм Так Ладно Гоблины Врываемся Сюда Тележки Заезжаем Сзади Так В итоге Тролляки Ворвались На копья Такой Себе Вариант Так Генеральский Отряд Их Наверное Давайте Расфигачим В первую очередь Ну-ка Чардж Посмотрим Неплохо Так Ты маг Я все время Забываю Ну-ка Выйди Поколдуем Ой У меня уже Ваг набрался Ваг Ну плюнь В них Отлично Так По-моему Все убегают Ну или почти Все Что-то у них Не получилось Не фартануло Как говорится Не повезло Плохо Что эти тележки Как в этом Где такие колесницы В первый раз появились В Риме что ли Из туталваров Я имею ввиду Они там По-настоящему Проезжая мимо Калечили всех Нафиг Этими колесами Шипами А тут вон А это мои Моих то не надо Калечить Ну да ладно Так А что они передумали Убегать что ли Я не понял Так Тележки Вы куда влезли Дави лучников Ну-ка Так Ну чардж Вроде мощный Но половина Из них Потом встал Да не половина А больше половины Не посмотрел Сколько их было До чарджа Что-то не больно Я их убила Но мораль Просаживают нормально Хотя тут уже Просажено было Вообще не знаю Насчет тележек Пока Момент спорный Что встали Ну-ка Поколдуем В спину Не попавши ли Они тебя вообще Проигнорировали Как-то Или этот каст Вообще Ная область Цель Враг Нет А там Как-то через Альт что-ли На область Только вставать Ладно Это все весело О, тролли Первую лучку набили Лучники Как всегда У гублинов Да и вообще У зеленокожих Ни о чем Но в принципе Пока у меня Не будет много Троллей Поддержку Пехоте Лучники Нормальна Они Мораль просаживают Врагам Кроме Урона Урона С них Немного А вот Мораль Когда Отряд Бьется И в ближнем Бою Его еще Обстреливают Сверху Они просаживают Вроде бы Ничего Так что Я бы Наверное Отряда Четыре Наверное Для начала Завел Ну К этим Двум Еще Два В смысле Не Больше Остальное Гоблины И Ну И Все Пока Я все Ничего Больше Найти Не Смогу Потом Будем Набирать Троллей Будут Гоблины И тролли Вот и Вся Армия Что еще Надо А вот Тележки Еще Есть Гоблины Посмотрим Что Там Есть Из Хорошего Из Интересного Может быть Их Возьмем Догонять Чарджить Лучников Спины Заходить Да Наверное Вот Прикольно Ну Неинтересно Теперь Поинтереснее Став Состав Армии Да Есть Варианты То есть Гоблины Чарджат Первыми Принимают На себя Удар Ответный За Их Спинами Врываются Троляки По идее Надо бы Этот момент Подрегулировать Чтобы они Первыми Не Убегали В это Время Тележки Заезжают Флангов За спины Давят Там Лучников Просто В спины Бьют Звучит Неплохо Лучников Пока Временно Потаскаем Пока Не наймем Себе Троляк И тележек Достаточно Наверное Как-то Так Загрузки Я и забыл Какие долгие Загрузки Тут Блин ССД Надо покупать Другой стороны Брать ССД Так М2 Наверное Сразу Брать М2 Это надо Материнскую Плату Менять Материнскую Плату Менять Надо Менять Процессор Менять Процессор Это Это Собственно Новый Комп У меня даже Видеокарта Старая Осталась Это Можно Просто Новый Системник Взять Материнка Процессор Что там Память Охлаждение Видеокарточку Отсюда Туда Жесткий Диск Для Чего-нибудь Неважного Типа Видосиков На SSD Система Игры Программы Только Все это Комплексно Надо Так Вот Подумаешь SSD Недорого Память Оперативная Недорого Но Когда Все это Вместе Надо Уже Не так Уж Недорого Так Опа Еще Один Уровень Получили Отлично Так Окупировать Разграбить Просто Разорить За Тысячу И Разрушить 15 Хлама Две Репутации Вакха Так Ну вообще Тысяча денег Мне не помешает Давайте Разорим В этой скале Новый Ингредиент Опа 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 Папа Так Новые фракции Это неинтересно А могу я сразу Сжечь Может и могу Но ходов Нет Так Подземные Перехваты Аура Дисциплины Это все Прикольно Наверное Как-нибудь Потом Ну что На самом деле Как боец То у меня Такой Хотя Натиск Пилы Оружия Хорошее Но Это все Таки Не гримгор Давайте Наверное Качать Армию Плюс 8 Атаки Плюс 8 Защиты Для гоблинов Нифига Это реально Мощный Баф Да Все Идем Традиционно В красную Веточку Так Ты Ты давай Магию Смерти Уже Учи Так Еще Одно Нововведение С этого Патча DLC Режим Налетчиков Теперь Не стоит Передвижения То есть Мы Теперь Всегда Можем Встать Лагерем Это же Просто Шикарно И восполнить Наши Небоевые Потери И Нанять Себе Бойцов По идее Да Только Удаленно В два Раза Дороже Блин По 500 Гоблинов Брать Это конечно Кусач Это Другой Стороны Бегать За Гоблинов Свои Скалы Это Терять Ход Туда Там Наем Ход Обратно Это Нет Давайте Возьмем Дороже Тогда Что делать Так Мы там Какой-то ингредиент Нашли Что Морские Моллюски Дает Случайное Количество Золота Скорость Не потери 10% Все армии Опа Давайте Попробуем Бросовая Крошева Гром Ох Какая Вкусняшка Курс Исполнения Так Постоянная Регенерация Слушайте Звучит Вообще Шикарно А 50 хлама На это Надо Да Ну пока Нам его тратить Вроде Не на что Одно Из 15 Приготовили А Гредов Намного Больше Чем 15 Блюд Это Странно Это Звучит На 15 Ходов У нас Такой Вот Неслабенький Баф Столько Мы Золото Получили Не Видел 6 7 Подожди Не Пишут А Я Просмотрел Тысячи Две Что ли Вообще Не слабо Хлам Правда Весь Потратили Так Итого За сражение Мы получили 5 Вакха 5 Репутации Точнее Вакха У нас Сколько 56 Накопим До 100 Получим Вакх И это Теперь Нам Совсем Другой Вакх Это Теперь Похоже На Джихад Или на Крестовый Поход Теперь Это Не Появляется Просто Слоняющаяся За вами Армия Бессмысленная Теперь Эти Ребята Во-первых Будут В армии Будет Еще Одна Вкладочка Вакха Где Будут Эти Ребята Бесплатные И Вакх Теперь Объявляет Не Просто Так Вакх Теперь Объявляется На Какую-то Фракцию И Цель Ее Столица И Вы Либо Получите Награды Если Сможете Справиться За Отведенное Количество Ходов Или Не Получите Ничего Дебафы Получите Если Не Справитесь Что Вообще Прикольно Теперь Реально Будет Орда Наконец Зеленокожи Будут Воевать Ордой Вы Не Будете Одним Несчастным Отрядом Одной Армии Гоблинов Нападать На Три Армии Людей Теперь Будет Наоборот Ваша Армия Удвоится По сути При Вакхе Они Будут Слоняться Где-то Бесполезно Так Ну Все Собственно Мы Ходы Сделали Все Поставили Вроде Больше Делать То нечего Дипломати Думаю Заглянуть Что там Делать Опа У нас Пиратами Сортозы Неплохие Отношения И договор О ненападении Внезапно Но неплохо Почему бы Нет А то Со всеми Остальными Я боюсь Мы будем Воевать Ох ты Смотрите Как у нас Улучшаются Отношения Из-за того Что мы Паравон Бьем Торговану Нравится Ладно Давайте Пропустим Ход Че еще Я не рассказал Все вроде Так Вкратце Если Уйдите Нафиг Так Настройки Камеры Еще Надо Переставить Не забыть Моды Пока Никки Не включал Есть мод Который Сохраняет Эти гребаные Настройки Хорошо Что теперь Ходы Быстро Проходят Хотя бы Это уже Радует Итак Задание Получено Месть Черножуба Начал Хода Иметь 50 Хлама Гром Гром Всегда Любил Потакать Своей Лени Особенно Почевать На военных Трофеях С пирами По случаю Куда же Без этого Не будь У него Под носом Зловещий Барноч И помещен Носили Шамана Старого Черножуба Гром Бы запросто Плюнул Сочетливый План Наверняка Не стал Поднимать Свой Необъятный Зад Насиженного Места Чтобы тащить Ломаные Топоры В какое-то Там Вторжение В Иврисе К сожалению В итоге Черножуб Отчекрыжили Голову Чекрыж Голову Остроухий Парень Элитарион Но шаман Успел Набраться Такой Великой Силы От разрушенных Путевых Камней Что не умер Элитарион Элитарион Это Высший Эльф Хотя Путевые Камни Вроде Лесные И у них Там На острове Тоже есть Что не умер Не пожелал Затыкаться Даже С отделенной От тел Башкой Прежде чем Гром сдался И перестал Поворачивать Бегущие войска Обратно К Тору В РС Он заметил На земле Голову Своего Шамана Голова Громко И злобно Сквернословила Она поносила Грома До тех пор Пока он Не запихнул Ее в горшок И не сбежал С горшком В обнимку С тех пор Голова Черножуба Так Это значит Все-таки Там На том берегу До тех пор Голова Черножуба Не унялась Но несла Невнятную Белиберду Что вообще Характерно Для орков В безбашенном Стоянии Прочный Давно Черножуб Стал говорить Нечто Интересное Верять Грома Что может Снова Устроить Вак Для начала Предложу Грому Закатить Гулянку И тем самым Взбодрить Пацанов Гром Всегда Не прочь Погулять И пожрать На славу А потому Рявкому Подручным Чтобы они А 50 хлама Тогда у нас Голова Черножуба В горшке Призыв Черножуба Шанс Магической Ошибки 100% Призыв Бродячего Идола И задание Получите Что не так Трофей За объявление Вах Счастливое Знамя Ну это уже Читать не буду Счастливое Знамя Получим Если сделаем Очень Очень Неслабое Знамя Нам бы Пригодилось Так Рост Порядок Все дела Лагерь Снимаем Половину Отрядов Остановили Блин У меня Коблин Не устанавливает Половину Отрядов Между Боями Ну тут Вот уж автобой Я на автобой Потерял Больше Гораздо Чем без Него Ну классика При том Что у меня Было меньше Войск Прошлый раз Кусачий Клинок А то Сперли Плюс Плюс 45 Урода Нифига Нормально Плюс 10% Так И вот Теперь мы Его разрушаем Нафиг Хлама Репутацию Получаем По полной Программе Доход От Разграбления Плюс Отлично Так Повышение Ранга Так Габла Всадники Это не Наша Пацаны Это просто Орки Колесницы Катай Тележки Доспехи Урон Так Ну такойся Тролли Великаны Бродячие Илдалы И пауки Вот это Наш вариант Катапульты Ну такое Так Ну габлу Без вариантов Пока Так Похищение Жизни Ускорение Перезаряд Так Постоянно Когда применяется Заклинание Ускорение Перезаряд Можно по-быстрому Попохищать Жизнь У кого-нибудь Лорда Выстав Рыцаря Ужаса На своих Душевная Скверна Минус Доспехи Минус Урон Рок и тьма Минус Дисциплина Минус Дисциплина Кстати Прикольная Нам бы Вот Сюда Так Ну давай Наверное Похищение Жизни Прокачаем Пока Так А ходы У нас После этого Закончились Понятно Но Лагерь Блин В тридорку Нанимать Конечно Что-то Неприятно Ну ладно Выбора Это особо Нет Сколько Там До Прироста Два Хода До Избытка 49 49 Хлама А мне Надо 50 Опа Нифига А вы Куда Деревню Деревню Занимать Что-ли Ну это Конечно Пожалуйста Но это Несколько Наивно Так Задание Приготовьте Блюдо Да я уже Блин Я поторопился Слушайте Реально Вот если б Знал Надо было Ничего не готовить У меня бы Хватило Хлама А кстати У меня хлам то есть А это Выполнилось Надо было ничего не готовить У меня был бы хлам Это задание Выполнилось бы Следующие Приготовьте Что-нибудь Я приготавливаю И Выполняю Сразу Это Да Задание Выполнено Замечена Ведьма Торговка Массив Неподалеку Мы увидели Ветероля Ведьму Которая Елс На запахе еды Беспрестанно Пожираемый Гром Хотя Это и торговка С такой опасной Тварью Надо быть На стороже Как прикажет Ненавидится к ней Если в мешке Этой корги Валяется Мертвичина Которая Сгодится Для котла Грома Тем более Что ее Можно Просто Ограбить Мы отыскали Новый Ингредиент И Чародейский Предмет Это не тебе Что ли Нифига Уник Я значит Выдаю Не своему Лорду Уника Легендарно Троляки У меня такой вопрос Когда Герои Умирают Все их Снаряжение Теряется Это я тоже Потеряю Что ли Если он Помрет Он ведь Не бессмертный Надо Поаккуратнее Так А что я там Открыл Зеленые Споры Я набрала Это их В лесу Остроухих И заодно Вломила Нескольким Хиликам 5 репутаций Рост Плюс 10 Все провинции Нифига Опять Это Единоразово Или Нон Стопом Интересно Линия Натиска Отбивная С кровью А если Так Бесконечный запас сил Вонючее дыхание Рыбогрибные бургеры А смотрите Вот это Получается Каждый Эффекты От ингредиентов Да По отдельности А вот это Эффект от того Что я их вместе Слепил Конечный запас сил И вонючее дыхание Отбивная С кровью Какая-то Не написано Усиление Натиска Так А ну эти Я уже пробовал Ладно Так у меня знаете Какая идея У меня идея Дать вот этим парням Заселить деревню Они понесут Огромные Небоевые потери И после этого На них напасть И расфигачить Тут После чего Можно пойти И каркасон Расфигачить Че нам Торопиться С этим Параоном Да Тем более Что тут Какая-то Ведьма Появилась Пошли Сходим Купить Мертвичину Когти Орла Че Напишут Не пишут Но хотя бы Пишут Что ингредиент За тысячу Разрешить Корге готовить Ведьмин сюрприз Торговка С ним Приготовит Случайное Блюдо В вашем Котле Эффекты Действующего Блюда Заменены Не Это надо Зато Это не стоит Хлама Видимо Приготовить Лекарь Попробуем Че это Такое Задание Получено Я хочу Иду с большими Костями Чтоб Было Чем Ковырять В зыбах Рыбьи кости Шибко Легкие Шибко Никаких Птиц Вы согласились Приготовить Что одно Срочно Так Нужно Догадаться То есть Нужно Во-первых Что-то Приготовить А во-вторых Догадаться Не рыбьи Вот это Пиццы Или птицы Большими Костями Блин Что-то я не то Взял Надо было Купить За тысячу Ингредиент Себе И не париться Ладно Мы тем временем На своей земле Кстати Но можно Выйти и в эту Но на своей Можно больше Нанять Да Но лагерем На своей Вставать не надо Давайте Подешевле Наймем Себе Ребят Четыре Этих Уже Есть Больше Не надо Можно Кстати Пацанов Взять Они Здоровее Доспехи Получше Атака Плюс Восемь Но защита Минус пять Мне кстати Защита Наверное Важнее Чем Атака Ну в целом Конечно Пацаны Получше Но с бафами Которые дают Гром Гоблины Очень Даже Ничего Сейчас Следует Плюс 10% Передвижения Мы точно Должны Дойти Я надеюсь Нам хватит Ходов Давай Заселяй О Заселил Дурачок Главное Что я дошел Заход А то Если заход Не дают Он там Восстановит Всю свою Армию Так Технология Исследована Отлично Чтоб Не цапались Не боеприпас Потери Доход Трофеев Ну это Такое Пыряло Поострее Улучшение Хлама Для гоблинов Гоблинов Лучников Катаньки Камерс Телооружие Атака Так Ну давайте Пока то Что без Хлама Забыл Совсем Рассказать Важный Момент Теперь Можно За хлам Улучшить Наряжение Выбранного Отряда Доспехи А Блин Надо Тут Это Надо Сначала Туз Технологию Исследовать Доспехи Улучшить Или оружие Урон Сквозь доспехи Плюс 5 Или Плюс 25 Доспеха Нифига Тебе У них Доспехов Та этих Всего 25 В два раза Лучше Сделать Улучшников Плюс 45 Боеприпасов Или Вон Сквозь доспехи Плюс 400 Процент А у тебя Сколько урона Единичка Да Будет Пятерочка Видно Или Четверочка Как считают Непонятно Тролли А Для улучшения Троллей Там Технология Дальше Где-то Да Вот это Надо Чтобы Гоблинов Улучшать И тележки А троллям Троллям Тру Вон Троллям Аж где Не скоро Мы троллей Улучшим Ну а Чем можно Сила Оружия И Дисциплина Ух ты Речных То же Самое Тележка Спротивление Физурону 15% Нифига Неплохо Преимуще Против пехоты Плюс 10 Что-то одно из этого Можно поставить Как я понимаю Нельзя все Получать Что странно Почему бы не повесить Все А мы кстати Не доходим Как я понимаю К сожалению Просто я поражаюсь И на следующий ход Они полные Как так-то Как вы это делаете Постоим Почему Ноль Я не понял А потому что У них тут нет дохода Потому что Руины Наверное Поэтому Ура Ура Наконец-то Можно Улучшить Поселение Так Ну все Пропустим Наверное На этом Первую серию Будем уже Заканчивать Постараюсь Сразу Вечером Выложить Ну Что я могу Сказать Я рад Что вернулся Наконец Вархаммер Клевая Все-таки Игра Так Ну вот Уже Немножко Грабим Такая тьма Конечно Стрелков Напрягает Немножко Так Ну ладно В следующей серии Тогда Угу Еще Тут Восемь В гарнизоне Так Все на них Нападать Сейчас Они еще С эльфами Должны Подраться Так что Мы наверное На паравон Пойдем В гости Ну а там Посмотрим Ладно Спасибо что Смотрели Оставайтесь С нами Нас ждет Много Кулинарных Блюд Веселых Будем Учиться Готовить Что там С Вакхом 63 уже Да И тут Как у Гномов Теперь стало Там Обиды Наращивают Дебафы А тут Наоборот Репутация Наращивает Бафы Вначале У вас Дебафы Потом Бафы Идут Вот Ладно Спасибо что Смотрели Всем удачи Всем пока Субтитры